Урочистый митинг в гонор 75-й годовины вызволения Республики Беларуси от немецко-фашистских захопников и холодного державного свята Краины. Дня незалежности прошел в агрогородку Поколюбичи. В годы войны везка была спалена, а территорию вызволялись тяжкими боями. Сучасные выгляды в уголе иснования Поколюбича выник героичного и працанного подвига наших дядов и прадедов. В самом сердце агрогородка Поколюбичи – памятная композиция из некольких скульптур, гранитных постаментов и мурмуровые плиты с сотнями прозвища. Это братская могила, у которой останки 680 солдат, оборонцев и вызволителей везки и города Гомеля. Еще 300 именов – жахаров Поколюбичи, которые не вернулись с фронта. В самом начале Великой Отчины войны, когда этой везке проходила линия обороны Гомеля, несколько разов населенный пункт переходит из рук в руки. В Кострышнику 41-го немецкие оккупанты его спалили. Вязлитесные бои тут отбывалися и при вызволении территории в 43-м. Многие не убачили перемогу советского народа. Память, повага и пашана усим вызволителям. Беларусь незалежная, дякуючи их подвигу и самоотданости. Все вы являетесь наследниками тех людей, которые взаимовали победу, которые строили республику. И вам в дальнейшем желаю, чтобы вы укрепляли республику, работали на благо народа белорусского. Здоровья, счастья, благополучия. Угоды оккупации подчас фашистских карных операций в Гомельском районе спали на 59 вёсок. Шесть из них так и не были одновлены из руин и попелу. Покутливой смертью загинули 439 мирных жахаров. 2000 человек были согнаны у рабства. И твой народ, а я его частичка, всегда с открытой, доброю душой. Не разжигался злобой, словно спичка, соседствуя с народностью другой. У память об усихах вярах войны, хвилина маучанья. Только гуки метронома пронизываются до глубины души. На суперок задумок ворога життё нашего народа протягнулося. Захавать сдобытую незалежность – наш обовязок. Як и захавать память об тих, кто даў нам великое право жить на свободной земли. Независимость – это прежде всего память. Память тем людям, которые обеспечили своим трудом, своим подвигом мирную жизнь, возможность каждому реализовать все свои самые наилучшие, добрые, амбициозные проекты. Независимость – это желание жить, любить, дерзать и действовать. Во благо народа, во благо территорий, во благо Республики Беларусь. Евгений Кухаронек, Василя Сипцов, Телерадо и компания «Гомель».